Вы слушаете канал жааш.клаб, топ 10 любимых мест в Чехии. Чехия очень богата природными красотами. Это я не говорю про замки. Но замки – дело рук человека, а меня больше завораживает то, что делает природа. В этом смысле мне повезло жить в Чехии. Здесь только моря не хватает, но горные озера, водопады, скалы, горы, пропасти этот, недостаток, с лихвой восполняют. Ниже – мои 10 любимых мест в Чехии. Но это мое чисто субъективное мнение. При этом я еще не везде была. Кстати, пока писала эту статью, нашла еще несколько красот, которые собираюсь посетить. 10. Гора Снежка – наивысшая точка в Чехии 1602 метров н.м. Если на нее залезть, открывается вид на три государства – Чехию, Польшу и Германию. Гора Снежка. Фото – велогрета.pl – это одно из значительных мест чешского лыжного туризма. Я на лыжах не катаюсь, но если хочу видеть снег, еду туда. На склонах горы в августе можно собирать чернику. 9. Правчицка Брана – одно из самых фотографируемых мест в Чехии, выглядит в форме горного моста. На самом деле название переводится как «Правчицкие ворота». Правчицка Брана. Фото – спасибо всем.ру – я не люблю распиаренные места, но это место прекрасно своими причудливыми скалами. Минусы его в том, что здесь всегда много народа плюс надо очень высоко подниматься в гору. Собственно, в Чехии мало, где плоская поверхность. 8. Дивока Шарка Прага – прекрасный город, который я очень люблю. Люблю по причине того, что в этом небольшом городе, помимо прекрасной архитектуры, можно встретить много природной красоты. Дивока Шарка – переводится, как «Дикая Шарка» – это природный парк, расположенный на западе Праги, недалеко от международного аэропорта. Дивока Шарка. Фото – раски.радио.сизет – что там красивого, можете себе представить, чтобы на территории города была пропасть. И по этой пропасти можно классно погулять или посидеть на вершине пропасти и помедитировать над бренностью бытия. На территории парка находится лес, озеро и бассейн, где любят отдыхать пражане. 7. Замок Орлик и водохранилище У замков Чехии много красивых замков, но этот я люблю больше всех. Находится на юге Чехии, не очень далеко от Праги. Он скромнее, чем, например, глубока над Волтовой. Но особенно прекрасен тем, что стоит рядом с огромным водохранилищем, которое тоже очень советую посетить. Взять лодку и поплавать по нему. Местами оно напоминает фьорды. И, конечно, со стороны воды открывается еще более прекрасный вид на замок Орлик. Замок Орлик и водохранилище у замка. Фото – эксерсия.ком Если ехать в Орлик, можно заодно посетить и замок глубока над Волтовой, который находится недалеко от него. 6. Риегрова стиска. Зимой. Это мое недавнее «открытие». Туда желательно ехать, когда есть легкий морозец. Что оно из себя представляет, название переводится, как «Риегорова тропинка», в честь чешского политика Франтишка Риегра. Об этом я написала в своем рассказе «Семьюстами метрам над уровнем моря», длинную 3,6 километров. Когда есть легкий мороз, там можно увидеть прекрасный ледовый водопад. Собственно, ради этого туда и стоит ехать. Но не только. Тропинка ведет вдоль бурной реки в лесу. Прекрасный воздух. Рок от реки. Лес. Красота. Большой плюс в том, что недалеко от Праги. 5. Теплицкие скалы. Обратная сторона Адашпасских скал. Эти скалы более массивные и круглые, в отличие от более тонких и острых Адшпасских. Теплицкие скалы. Фото 420 он точка Сизет тоже есть, где погулять и подышать горным воздухом. 4. Черное озеро. Самое большое озеро в Чехии, созданное ледником. Самая большая его глубина достигает 39,8 метра. Общий объем воды примерно 2 миллиона 878 тысяч кубических метров. Я это место люблю за то, что там стоишь завороженный, как в сказке, и не можешь оторваться. Ощущение, как будто все замерло, ничего не движется. Но при этом чувствуешь магию этого места, эзотерики назвали бы его местом силы. Черное озеро находится в природном заповеднике Шумава на юго-западе Чехии. Черное озеро. Фото travelpost.in.ua и что там классного, там же есть еще и Чертово озеро, тоже созданное ледником. Там есть водопады и прекрасные леса. В общем, если ехать, то минимально на целый день. А вообще в самой Шумаве очень красиво, и есть, где отдохнуть. 3. Вышеград, несмотря на то, что это мое самое любимое место в Праге, оно уступает по красоте природным достопримечательностям Чехии, которые я очень люблю. Вышеград – это место, где раньше помещалась вся Прага. И это там известная чешская княжна Лебуше предсказала появление города Прага, название которого переводится, как «Порог». Чем оно прекрасно, оно представляет собой крепо. Продолжение истории читайте на сайте jah.club.